Если вы умело пользуетесь камерой мобильного телефона, это еще не означает, что вы настоящий фотограф. Как сделать снимок произведениям искусства? Этому, безусловно, нужно учиться. Сегодня рубрика «Где в Ростове» отправляется в профессиональную фотостудию, профессиональному фотографу. Сергей Полевец – фотограф, мастер первого класса России, лауреат международных конкурсов. В его школе учатся 80 начинающих фотографов. Итак, сегодня мы решили научиться правильно фотографировать. Расскажите, Сергей Алексеевич, почему вы решили создать школу, собственно, обучать людей? Все школы, они зависят от рейтинга самой фотостудии. Просто создать школу на ровном месте – это очень сложно. Должен быть определенный авторитет и у фотостудии, и у ведущего фотографа, который пытается привлечь на свои занятия учеников. Если в Италии это уже давно ясно и понятно, то у нас сегодня мы делаем только первые шаги. Вообще рейтинг и фотошколы напрямую зависят от рейтинга самого преподавателя. Нужно все школы отличать от курсов тем, что преподаватель школы объясняет все приемы фотографий только на своих собственных фотографиях, не прибегая к помощи других, даже очень известных фотографов. Какой первый этап обучения? Я думаю, что это выбор фотоаппарата. Вот у меня есть такой достаточно старенький «Зенит». Вряд ли сейчас уже можно сделать какую-то такую очень хорошую фотографию на нем. Какая техника используется сейчас и на что лучше обратить внимание? Я скажу так, что по-прежнему ведущими фирмами являются Canon и Nikon. Я не могу сказать, что из них лучше, потому что мне нравится и то, и другое. Чем неудобны другие аппараты? Тем, что для студии они не совсем приспособлены. Нет такое понятие есть, как горячий башмак. Это вот где одеваются студийные принадлежности. То есть где идет синхронизация. Многие фирмы, такие как Sony, почему этому не уделяют внимание? И в студии эти фотоаппараты работать не могут. Что касается оптики, наверное, хороший фотоаппарат, у него и хорошая оптика. Без хорошей оптики это все на самом деле второстепенно. Сегодня, в связи с тем, что матрицы имеют уже хорошую светочувствительность, для любительского класса на светосилу оптики можно не обращать внимания. Я гораздо больше ценю, когда фотоаппарат имеет оптику с наибольшим диапазоном. То есть когда вы можете с помощью трансфокатора или зума, как сегодня говорят, вы можете приблизить объект или его удалить. Вот чем лучше диапазон, тем это выгоднее для фотографа-любителя. Ну что ж, я думаю, что самое время перейти к практике и начать фотографировать. У каждого фотоаппарата одинаковые требования в плане постановки. То есть первоначально вы должны его правильно взять в руки. Как это вы же делаете? А вот левая рука берется ладошкой вверх, как попрошайка. Так вы кладете сюда объектив. Он уже у вас очень жесткий, вне зависимости, сколько весит ваш фотоаппарат. Вы уже находитесь в балансе центра тяжести, вы держите его посередине. Потом правая рука у вас заходит. Вот эргономический выступ. И вы можете уже держать его в состоянии удержать очень плотно. Можете отпустить руку. И когда вы берете двумя руками, у вас уже очень жесткая композиция. Это получается у вас уже штатив. А если вы еще прислоняете это все к глазу, к колбу, у вас получается очень жесткий штатив, плюс еще гирокомптор. Есть ли вот какие-то правильные, какая-то правильная стойка быть может у фотографа? Все начинается со стойки. Так же, как в боксе, со стрельбе из лука. Вы должны стать очень устойчиво. Левую ногу вы должны поставить чуть вперед, правую слегка отнести назад. Вы должны быть немножко гибкие. Вы должны уметь... Постоянно в движении. Да, иметь возможность присесть, быстро встать, поменять стойку. Это все необходимо, когда вы снимаете репортаж или быстро движущуюся модель. А дальше вы должны, как снайпер, нацелись на объект, не дышать, снять и только через полсекунды отпустить руку и сделать выдох. Прежде чем приступить к работе, необходима тренировка. Это кукла роста модели. Заранее выставляется свет и делаются первые снимки. После чего все готово для встречи с девушкой. Чтобы научиться правильно фотографировать, необходимы знания в различных сферах. Фотограф должен быть художником, инженером, дизайнером и даже психологом. Только совместная работа даст наилучший результат. У него здесь ошибка какая. Он захватил воздуха много, да, а ты бесхарактерная. Вот просто смотришь и все. Вообще неудачная фотография, да? Да, ну нет, как нам будем говорить, что удачная, нормальная. Тебе нужно всего лишь навсего эмоцию, а Сереже нужно точнее кадрировать. И будет очень хороший снимок. А вот как надо построить работу с моделью, вот именно в рабочем процессе? Это на доверие. Модель должна знать, что вы хорошего уровня фотограф, а вы знаете, что вы ее готовили под свои съемки. И вот в этот момент наступает именно доверие, доверительное отношение на съемки. И получается хорошая качество. То есть увидеть то, что хочется увидеть, да? И модель должна почувствовать, что... Конечно. Ну, фотограф готовит всегда, готовится до съемки. Во время съемки он уже ничего не ищет. Он просто снимает и работает. Даже репетиции с моделью, они как правильно, они раньше делаются. Ну что ж, давайте я попробую еще раз. Конечно. С учетом ошибок. Базовый курс обучения длится порядка двух месяцев, по три занятия в неделю. Каждый ученик сможет попробовать себя в разных сферах профессии. Мне не без помощи, конечно, удалось получить неплохой снимок всего за час. Татьяна, честно скажу, признаюсь, вы первая модель, которую я фотографирую. Мне очень интересно и очень понравилось. Как вы работаете с фотографами? Как найти общий язык? Есть ли какой-то любимый фотограф? Естественно, у меня есть любимый фотограф. Это Сергей Алексеевич. Самое главное – это доверие. Это доверие понимать, что ты доверяешься именно в руки профессионалам. И ни в коем разе нельзя сомневаться в нем. Однако одного нажатия кнопки мало. Прежде чем продемонстрировать фото другим, профи вносит небольшие корректировки. На это уходит не меньше времени, чем на саму фотосессию. Но результат того стоит. Мне очень нравится. Как вам, как профессионал? Ты просто молодец. Дело в том, что если любитель сам доходит до этого, это могут пройти месяцы, могут пройти и годы. Цель любой фотошколы – вселить уверенность и научить дать знания человеку. То есть я могу тебе сказать, что ты получил самую высшую оценку сегодня опять с плюсом. Молодец. Спасибо. Я надеюсь, что моим примером и моим вдохновением воспользуются другие и тоже начнут фотографировать, быть может, пойдут вам в школу. Большое спасибо. Спасибо и вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!